Жанна таким образом выступила, самое главное, не деблокировала Орлеан. Она стала мученицей. Для французов это сразу было понятно, однозначно велика мученица святая. Из-за нее можно мстить и обязательно нужно. Она стала именно мертвой точкой консолидации. Она стала настоящим знаменем. Вот это знамя уже было не убить. Потому, что живую Жанну можно было ранить арбалетным болтом, отоварить элебардой по черепу, в общем, что-нибудь еще не такое сделать. А вот когда ее захватили и, как любому французу понятно было, облыжно осудили, и еще и сожгли заживо... Ну, такая же велика мученица, все ясно. И вот с этим англичане сделать вообще ничего не могли. Повторно убить человека невозможно. А тем более память о человеке тоже невозможно никак убить. Поэтому французы немедленно организовали... Через некоторое время организовали контрсобор, который полностью Жанну оправдал. Никакая она не ведьма. Что вы такое придумали? Никакой ереси не замечено, что она в мужском платье ходила. Так это ее епископ благословил, потому, что иначе воевать неудобно. Не будешь ты в платье это делать, в конце концов. В юбках бегать. Вот. Поэтому тут все нормально. И до конца войны Жанна де Арк, конечно, оставалась символом сопротивления. То есть, символом той самой прокоролевской борьбы. И знаменем того, что король Франции должен владеть всей Францией. Ну, забегая вперед, опять же, это будет некий спойлер. У нас еще как минимум одна лекция должна быть. Изложена про старетнюю войну. О второй половине войны. Второй половине войны той самой 15 века. Как англичан-то выкинули, в конце концов, из Франции. У них только колей останется в итоге. А почему ты ее зовешь Де Арк? Так надо? Де Арк я ее зову. Ну, у нас-то Дарк. Ну, Дарк это не очень. Там все-таки Д апостроф, а Арк это же Д. Это же Д. Но так как у нее фамилия начинается с гласной буквы, Е говорить не надо. Можно сказать Д-Арк. Орлеанская дева. Да. Ну, это из-за того, что она Орлеанди блокировала успешно. И сняла осаду вообще. Прикольно. У меня, я тебе рассказывал, была какая-то книжка какого-то французского в Фоменке, где он там разбирал, как все было на самом деле. Ну, т.е. насочиняв всякой фигни. Очень странные вещи. А протоколы допросов сохранились, нет? Да. Да. Сохранились и даже более того опубликованы. Я их, правда, подробно не осваивал. Потому, что мне это, собственно, не очень интересно. Мне больше интересны военные подробности и идеологические подробности. Я и так знаю, что ее признали виновной, англичане и сожгли. А почему именно? Пускай другие разбираются. Я даже не пытался. Я просто это... Я тебе рассказывал. Я как-то нечаянно купил... Как они? Архивные материалы, там, последствия. Супротив Емельяна Пугачева. У меня глаза на лоб вылезли. Ну, и там каждый протокол начинается за слов. Я, Емелька Пугачев, гад, бандит, сволочь и вор. Имею показать следующее. Следующее. Я, гад, сволочь, бандит. Вытворял то-то и то-то. Страшно смешно. Я сильно удивился. Я думал, таких документов не бывает. А тут вот, пожалуйста. Потом даже еще раз купил здоровенное книжище. Где указы его военные. Ну, где они там со штабом, со своим. Кому выписывали? Тоже страшно и интересно. Нам с тобой надо Емельяна Пугачева разобрать. Емелька интересная, безусловно. Емелька прекрасен вообще был. Тоже говорил загадками. Непрерывно. Шарады там какие-то выдавал. Яростно острил. Наш. Наш хороший. Да. Я в глубоком детстве, лет в 15, впервые узнал, что Стенька Разина и Емелька Пугачев с одной и той же станицей происходят. В Зимовейской. Ну, Стеньку Разина как-то не отметили. А Емелькин дом Екатерина там велела сжечь, переназвать эту самую Зимовейскую. Урал переназвать. Или как-то он там Яек был. Его в Урал переназвали. В общем, там какие-то козни, кары против казаков туда-сюда. Хотя они его сами сдали вроде. Сами заманили. Сами сдали. Как Бургунд Сзанну. Да. Попользовали Емелю. Емеля молодец. И казнили его на Болотной площади в Москве. Давай как-нибудь надо. Ну, давай, может, после столетней. Да. Погрузиться. Прикольно. Столетние у нас еще один или два ролика точно должны быть. Вот. Вот так неудачно сложилась карьерка-то у Жанны Дарк. С одной стороны, а для французов большую пользу оказала в итоге. Да. Национальный герой. Да. Хотя, опять же, не очень понятно, какой нации она герой. Это то, что мы проговорили где-то в середине нашей беседы. Даже в начале. Не было французской нации в это время. Никакой даже намеком еще не было французской нации. Только началось строительство этой самой нации еще лет 200 до того, как французская нация просто познает себя как факт. Потому, что в средние века никакой нации быть даже приблизительно не могло. Этнос был. Причем какой этнос? Французы тогда не были монолитным этносом. Вот Жанна из Дом-Ремисти балла лимузенского епископа. Что он говорит, непонятно. Чурка завоеванная, блин. Тоже мне выяснять собрался на каком языке мои святые. Говорит. Получше некоторые. Себя послушай, блин. Пошел вон. Поэтому вот так вот. А так теперь, да, конечно, предельно политизированный национальный герой. Который не имеет никакого вообще отношения к настоящей Жанне Д'Арк, которая была всего лишь верной сторонницей французского короля. И сражалась она за короля. Другое дело, что король за нее не очень сражался. Потому, что она ровно за год перестала быть нужна и стала бесить. Сначала подбешивать, а потом уже и бесить. В самом деле эта опасность огромная. Потому, что можно поднять и Карла Седьмого вместе с его окружением. Ну, конечно, повеление себя предельно гнусно. То есть, так, в общем, наверное, нехорошо. Хотя бы попытались бы ее выкупить. Ладно, англичане, скорее всего, бы не продали. Но вы бы хоть сделали что-нибудь в том направлении. Хоть покривлялись. Да. Но нет. Не покривлялись. Но понять-то его тоже можно. С чисто прагматической точки зрения, Жанна, как только она освободила Орлеан, это самостоятельная политическая фигура, около которой может появиться кто-то, кто поможет ей проводить самостоятельную политику. И очень может быть будет претендовать на трон. Кстати, вдруг там окажутся рядом бургундцы какие-нибудь, которые тоже валуа. И вообще-то это первейшие претенденты на престол. Ну, или какие-нибудь еще родственники там около нее объявятся. Просто ей помогут. Сообщат ей, что Карл-то, видишь, безбожник и сволочь негодяйская. Может, мы его того? А мы-то сильнее за церковь? Гораздо сильнее. Поэтому лучше ее сразу того. А то бы еще и Папа Римский там вдруг появился. Подтянулся. И сообщил бы как раз Жанне, что ты же вроде как у нас католичка. А я тебе и Папа говорю, чтобы поддерживать нужно не эту валую, а эту валую. И поэтому Карлу Федьмому она уже перестала быть нужна сразу после того, как она Орлеан взяла. Пока она была смешная дурочка, за которой почему-то все шли. Окей. Самостоятельная политическая фигура. Еще одна. Их там и так каждый второй. Отказать. Поэтому, конечно, ее попытались побыстрее слить. Ну, собственно говоря, кто не понимает, ее сливали во время осады Орлеана. Ее пытались утилизировать просто. Вместе с какими-то бешенными людьми, которые почему-то за ней поперлись. То, что она не утилизировалась, это просто историческая случайность. Один раз. Один раз. Что ж такое? Ну, иди вон туда. А про Орлов специально не сказали. Они, видимо, окрыленные. Это именно... Видимо, именно она лично ими руководила. Нам все похер. Пошли. Сейчас все возьмем. Вот тебе и взяли. За нас же бог. Да. То есть, там явно военных не было, которые советы давали бы. Как в художественном фильме Жанна Дарклюка Бессона эти там с такими наплечниками. С вот такими шипами. И там какие-то, помнишь, эти туннели, куда каменные ядра закатывали. Вылетали. Все сметая. Редкое говно. Ужасные силы. Выглядит как иллюстрации. Это, конечно, безумно. Это вообще почти Вархаммеру. В уровне императора, блин. Очень интересно, Клим Саныч. С нетерпением ждем продолжения. На сегодня все.